10 баллов просто за это фееричное падение да не налетают всей толпой ну как ты защитишься всем привет вы на канале типа топ меня зовут дима и сегодня мы смотрим абсолютно безумные японские телешоу поэтому перед началом обязательно подпишись на мой канал ведь у меня цель 100к и забегай в мой телеграм я всегда там пишу когда выйдут следующее видео подписывайся и погнали угорать какие-то адские мосты скользкие камни а это грибы понятно лабиринты с маньяками гнилые ру и радужные персонажи японская полоса препятствий замок такеши я помню как когда-то в детстве моем ездили наши звезды куда-то не ездили то с быками бодались то ползали где-то в конце вообще на горы залезали я так любил смотреть на шоу я вам передать не могу то здесь это как глоточек ностальгии здравствуйте дорогие зрители да на что люди только не идут лишь бы не работать вероятно слухи о японском трудолюбии были преувеличены сейчас посмотрим заставочка выполнена то ли в ироничном ключе то ли на полном серьезе но тогда вызывают уважение за такую приверженность пост мета стилю генерал ли приветствует камикадзиков побежали главное что все в красных катках верхняя сила китайской пропаганды первое препятствие скользкая стена сверху есть веревки скоростные сразу преодолевают в чем же секрет пока непонятно анализируем внизу там идут стоки нечистот чтобы лучше проиллюстрировать процесс скатывания братья желтая пара пытается грамотно подвести не получается не хватает роста у девушки видимо которая сверху интересно подтянет ли она молодого человека за собой или он ей был нужен лишь как платформа для того чтобы выбраться из грязи и так вот она эффективно использовать его забирается наверх парни оставляет внизу романтизировать если честно мне не понятно как здесь одному запрыгнуть забежать вероятно здесь метафора что детстве как и в обществе нужно работать совместно или использовать грязь на белых воротничков компроматом розовые ниндзя голубые япония после второй мировой о голубой поплыл уже стрессик тяжелая жизнь в современном гомофобном мире малышек пытался за что-то там удержаться но девушка тащила там грязные японцы втягивают ее во что-то давай к нам в сантехники к следующему испытанию остались 73 участника из 100 страшный лабиринт они заходят вслепую они не видят они не знают какие двери закрыты какие открыты налево пойдет с демоном хентайнет не повезло демон кстати тоже осыплен и ничего не видит но сейчас смотрите единственный проход закрыт демоном я слышал подобные лабиринты есть в катакомбах католических церквей но девочка по идее тогда должна быть там в безопасности продвигается быстро эффективно я думаю участники знают примерную планировку лабиринта в каком направлении двигаться так но полу получает конечно за свою дерзость испытание в японии очень взыскательная следующий пертендент входит в этот лабиринт страха демонов слепую ходит здесь уже тысячелетиями так чувствует его за дверью убегает идет на обход куда-нибудь да интересно как у нее с топографии знает ли она где находится хотя бы примерно чувствует давление его руки на дверь и так надо направо идти зачем налево немножко придушивает ее вот к чему она шла следующий заходит в пустой лабиринт где демон преследует его как впрочем и всех нас демоны из детских комплексов всегда слегка позади ищут последнюю дверь демон не успевает участник внимательно ощупывать штукатурку демон выходит наружу примерно то же ощущение что от мега острых такус демон выходит да ладно ты вышел прыжки по камням быстро команду генерал ли кстати у него модные желтые а чё он их палкой нагоняет это может они по собственному желанию там бегают но когда я увидел палку я немножко засомневался резиновые сапоги видимо когда он не занят абьюзом местных участников лида кто закупается в китайских подвалах некоторые камни проваливаются причем заранее участник не знают какие именно они не видят прохождение друг друга и что получается должно повезти что ли не смотрите задевает то проходит дальше то есть здесь возможно пройти если третировать каждый камень как проваливающийся не получилось держаться видно вода вскипела под ней горение максимально бы чё не все стоят на один и тот же камень вы видели причем из него можно вылезти побежать дальше но не всем это удается носить свой вес ноги на ногу получается молочка да вроде хочет вылезти с другой стороны пиявки бесплатно ой заносит супермена но его и с плащом этим занесло еще и раньше так вот более компактный участник кстати легко преодолевает одну обманку вторая правда его покарала но и наступал кстати не на центр камня а на край но как это заранее все понять не знаю а вот сбегу в каких-то кастомных сапогах прям по ребрам вроде как без лишних ребер я слышал живется приятнее ох то с каких пор нас комментатора всегда гонит в пошли . вы знаете да что у мэрина мэнсона нету парочки ребер он себе их удалил чтобы грибной trip здесь у каждого участника есть что-то типа ручного эспандера веревочки веревка никак не закреплена на гребе держаться чисто на натяжении промеж коленей зажимать сие бревно нет бревно слишком габаритное начинает ползать его чуть-чуть совсем не хватило до платформы возможно у мужчины с грибом промеж колени получится удачнее веревка ему почему-то не выдана одна что ли на все шоу сразу же падает даже как-то стыдновато извините я же не знал что человек слепой лезет следующий претендент лезет как кошечка такой грации черный пантеры обязан просто одна лететь воздуха доплыть до нужной платформы хорошо грязные гейши видимо ослабевают пальцы отказывают мышцы очень тяжелое препятствие так с веревочкой значит пытается девушка колени уже не держат ну понятно может быть ей уже за 30 ее прям вертят на этом стволе но она не отпускает она настаивает на своем первое добравшееся но у нее была веревка это использование чита я это осуждаю молодец ее пример должен вдохновить остальных вот мужчина уверенно делает грибные закрутки все-таки в чем-то япония близка к россии в основном конечно географически не выдерживает мужчина последние несколько что-то в японии дюймы или нормальные единицы измерения до этого числа здесь замки такеши судя по всему чем дальше испытания тем они становятся сложнее когда участники читали описание шоу они наверно по-другому представляли себе грибные трипы вот этот старичок наверное давно бы упал если бы у него искусственное колено не магнитилась к грибу но все на пользу а вот грибный дима пошли о май гад это же рандомный комментарий молчешки и девчонки а также их врат детали оставляйте комментарии и жизнь будет прекрасна местный сад нужно пересечь пересеченную местность с некоторым обременением и вот охранник он будет мешать у него пистолет то ли с сжатым воздухом то ли с водички под давлением и видите кружки у участников если охранник прорвет такой кружок то участник как бы помер и все остается гнить здесь видно земля плодородная уже по цвету двое синих пытаются запутать охранника и попасть в его кружок да как а кто проходит подождите мистер змея или тот кто в красном шлеме вроде в красном шлеме тот проходит ранника тоже можно замочить но хвостовой участник уже порван охранник достал таки его дорогие друзья что уж тут скажешь да слава богу что всех не стали показывать осталось 28 человек мост с шарами так ну вроде довольно широкий довольно устойчивая в них стреляют ядрами из пушки но если быстро пойти наверно можно пробежать внизу участников ловят сеткой и тихо кто-то приговаривает да бейте выживший следующий в белом номер три зря медленно идет ой зря чем медленнее идешь ведь тем больше ударов от пушки ты собираешь разве нет но кстати тактика его может оказаться вполне рабочий он достаточно устойчив чтобы сдерживать все пока что все выстрелы ну ладно все-таки кстати легче вести на скотобойню ухты классная идея кстати ползун высота фигуры значительно так это первая мысль которая мне пришла я бы лучше полз мекалка у вас отстает товарищи японцы меньше точек опоры 4 они 2 устойчивость возрастает многократно вопрос почему тогда не лечь полностью и не ползти но сейчас участники друг за другом могут наблюдать и я думаю что кому-нибудь такая мысль в голову то придет девушка успешно продвигается нам показывают реплей видимо довольно болевого удара по ягодичке две пушки направлены на цель но выглядит участница довольно стабильно равновесие поддерживает так мы видим она доползла раз больше не показывает чуть не падает подтягиваются обратно уже повреждены удары из пушки вот это мощный кстати реально может и дойти если даже с таким он справляется и все равно продвигается до медленно но верно не получилось все равно мне кажется реально ползти же надо идет приставным шагом держится за какие-то видимые только ему ветки хотя скорее левая рука просто застряла зря когда забирался на этот мост трогал высоковольтные провода ну молодец проходит и кстати надо учесть что и предыдущий это тоже прошел сейчас на финал собираются самые сливки самые взбитые и сбитые участники данный человек решит перейти в ритме танца но ему некуда деваться авария 10 баллов просто за это фееричное падение увидели добейте выживших итак мы переходим к финалу сообщает что остались пятеро из какой-то нездорового вида кишки они вылезают или их выдавливают оттуда ну японцы конечно иногда бывает я даже как-то и это ну ребят ну здесь штурмуют замок такеши 6 розовых танков защитников с этими вот кружками которые нужно порвать водой под напором пятеро желтых атакующих кто остался в живых из ста изначальных участников из армии генерала ли супер мега битва в конце фильма выглядит крайне не впечатляюще у розовых защитников целые водяные пушки у желтых атакующих же лишь пистолетики но они вероятно более гибкие в прицеливании вот одного желтого выносят исключают из финала шансов атакующих все меньше и меньше беру желтого в окружении еще один круг порван ох какое же наслаждение наблюдать за таким высокобюджетным финалом все они налетают всей толпой ну как ты защитишься или тут суть на выбывание как со стульями типа кто последний остался ты победил деньги на экране особенно в качестве видеозаписи винтаж вич с камеры не пожалели и последнего желтого выносят замок такеши остается незахваченным дорогие зрители надеюсь вам понравилось они падали вот это вот все происходило зря в конце тучи охранников налетает вас убивает его все это что за шоу даже в той же игре в кальмара там был один победитель а если тебе понравилось смотреть со мной это видео ставь лайк подписывайся на мой канал пиши комментарии забегай в мой инстаграм и телеграм а с тобой был дима типа топ пока а